Музыка Преосвященный епископ Ефимий, ныне совершилась благая и угодная воля Божия, призвавшая тебя к ответственным епископским трудам. По соборным молитвам всей Церкви на твою главу снизошел животворящий дух-утешитель, соделавший тебя продолжателем миссии апостолов и преемником их служения. И вот, облаченный в архиерейскую мантию с возложенной на перси панагии, ты предстоишь народу и сонму святителей, дабы принять в свои руки жезл архипастерский и отправиться на пажите Христовы, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Но прежде чем ты устремишься на новое место своего служения, внемли словам моим, произносимым не только как дань традиции, но как живое свидетельство отличного многолетнего пастерского опыта. Поверь, путь, на который ты вступаешь ныне, таит в себе немало трудностей и опасностей. Епископство – это высшая ступень иерархической власти в Церкви, а любая власть – это не только большие возможности, но и тяжелый крест, нести который необходимо с духовным рассуждением и подлинным смирением. К сожалению, в силу поврежденности человеческой природы власть порою воспринимается некоторыми как повод горделиво превозноситься над другими и требовать к собственной персоне особого отношения и почестей. Но с тобою так да не будет. Горячо молю Господа, дабы ты успешно преодолел это опасное искушение, помни, что не сан возвышает своего обладателя, но одна лишь добродетель обладает силой возвышения. Лишь она – задаток совершенной славы. Вот так писал о епископском призвании святитель Нектарий Гинский в 1903 году к монаху Ио Асафу, обращаясь с посланием. А потому заключает сей мудрый архипастор, чем выше сан, тем больше добродетелей требуется от человека, чтобы достойно понести возложенное на него служение, ибо от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Каких же добродетелей призван являть архипастор? Апостол Павел прямо указывает, епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Несомненный промысл Божий вижу в том, что хератония Твоя совершилась в день памяти одного из наиболее почитаемых православных святых, святителя Спиридона Тремифунского, милостивого и сострадательного архипасторя, простиравшего руку помощи нуждающимся и скорбящим во время земной жизни и по успении своим, не оставляющего неутешенными всех, кто прибегает к его заступничеству и поддержке. Подражай же и ты подвигам этого великого угодника Христова, будь примером жертвенного служения ближним, прославляя Господа делами любви и евангельского добра. Тебе предстоит совершать архиерейские труды на Липецкой земле, где два десятилетия назад ты был принят братью одной из старейших обителей бархии Задонского Рождества Богородицкого монастыря. Годы монашеского делания, исполненные различных послушаний, позволили тебе хорошо узнать жизнь этого региона, проникнуться нужными и чаяниями его жителей. Пусть эти знания помогут тебе в ежедневных архипастерских трудах, которым тебя призвал премудрый владыка мира. Решением Священного Синода тебе определенно быть векарием и помощником преосвященного Никона, митрополита Липецкого и Задонского, участвовавшего ныне в твоей хератонии. Пребывай же с ним единомыслие, стремив быть ему верным соработником в устроении пархиальной жизни, в организации миссионерского, социального, молодежного служения и в осуществлении взаимодействия со структурами местной власти и с общественными организациями. Как всякому же делу прилагай старания, покажи ли в вере твоей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительность и воздержание, воздержание и терпение, как учит нас апостол Петр. За множеством дел и забот не забывай вместе с тем и о том, что самый главный труд человека, она и паче священнослужителя, это молитва, и прежде всего молитва о всех и за вся, возносимая за литургией, ибо человек для того и создан, чтобы прославлять и почитать Господа, становясь сопричастником Его Божественной благодати. Вступая на новое для тебя нелегкое поприще служения, помни о том, что близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине, и да не смущается и не устрашается сердце Тое. Доверься Господу, возложи на Него все упование, помни, что надежда не постыждает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, как учит нас апостол Павел. Щедрый и милостивый Господь, видя Твое доброе произволение, усилие и резвенность о пользе церковной, непременно покроет своей благодатью немощное и восполнит оскудевающее. Итак, облегшись в броню веры и любви, прими сей жезл, зримое свидетельство, явленное не Тебе волей Господа и символ неспослания Тебе полноты даров Святаго Духа, сошедшего некогда на первых учеников Христа. Прими сей жезл, как знак апостольской преемственности и вместе с тем большой ответственности. Пречистая Царица Небесная, да преклонит Тебе милосердие Божественного Своего Сына, пусть Его всесильная, неоскудевающая помощь сопутствует Тебе в предстоящих архипаскетовских трудах, призвав же имя Пресвятой Троицы. Благослови теперь народ православный, собравшийся в этом дивном храме и молившимся о неспослании Тебе непорочного епископства. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok